Я беременна. Вы слышали это? Ой, моя дочь кем будет? Что за поведение? Ты же знаешь, что на Art Hub подписался Слава Мэрвелл? Да, Слава, ты крутой, давай коллаб. Мне нравится злить людей. I'm sorry. Excuse me. Что там даже написано? Мужчинам налево, потому что женщины всегда правы. Для кого написано? Он тут будет сидеть, обязательно ему это покажите. А как ты регулируешь конфликты, которые тут происходят? Никак, я их снимаю. А кто это там такой? Кто там такой? Пойдемте. Выходи. Да, это моя помощь. Заходите, предполагайтесь. Конечно, жить здесь невозможно. Их любит аудитория очень сильно. Потому что они гении своего жанра. И супер неповторимые. Таких нет вообще нигде. Оля ПРОМ Оля ПРОМ Это выпуск про творческое объединение ребят из ArtHub. Это ребята, которые представляют alt-tiktok. Я никогда такое не делала и надеюсь, что вам понравится. Это мой эксперимент. Алена, привет. Очень рада тебя видеть сегодня у себя тут в гостях. Приветик. С каким настроением ты пришла сегодня? Ну, я пришла с настроением позитивчик. Я изучала о тебе очень много информации. Пыталась найти элементарную информацию из какого-то города. И я не нашла даже это. Как это возможно вообще? Я родилась в Муроме и переехала учиться во Владимир в 15 лет. И проучилась там два года. Потом бросила и переехала в Москву. Расскажи, каким ты была ребенком в детстве? Да, обычным, хорошим, прилежным ребенком. Ну, хотя не совсем. Но в школе постоянно к директору вызывали. А за что? Потому что я грубила учителям. Что говорили на этот счет твои родители? Мама реагировала всегда так, типа, ой, моя дочь кем будет? Что за поведение? На, папе пофиг. У тебя есть брат или сестра? У меня есть старший брат, ему 27 лет. Он живет в Муроме. И недавно поженился. Я была на его свадьбе. Ты с ним хорошо общаешься? Нет, мы с ним вообще не общаемся. Ну, всю жизнь, когда ты живешь с ним в одной комнате, и как-то он достал уже. Ну, нет ничего общего между нами. Ни о чем разговаривать. Я знаю, что у тебя есть вторая страничка в Инстаграм, где ты выкладываешь свои рисунки и свои работы. Да. Расскажи вообще, как тебе пришла мысль делиться своим творчеством с людьми? Ну, все делятся творчеством. Что, я тоже хочу. Тут нет ничего особенного. А что подписчики говорят про твои картины? Что они красивые, и я очень оригинальная и творческая личность. Тебе приятно? Мне все равно. Я рисую, чтобы показать свои эмоции на картинах. И мне это помогает как-то в самовыражении. Тебя позвали в проект ArtHub? Да. Я просто увидела возможность, что с этим проектом я могу, ну, дальше развиваться в нужном мне направлении. Как ты приняла такое решение? Потому что ты в другом городе, он достаточно далеко. И тут резко Москва. Вообще другой мир. Москва, мне кажется, не Россия даже. Ну, я давно, типа, уже год постоянно из Владимира в Москву приезжала на выходные к друзьям. У меня в Москве стало больше друзей, чем в других городах. Расскажи, как тебя позвали в этот проект? Или как ты про него первый раз узнала? Мне написал Влад и предложил переехать в хаос с альт-тиктокерами, снимать видео. Сказал, что будут много платить. Я такая, о, хорошо. Мне главное, чтобы жить в Москве бесплатно. Расскажи, как ты относишься к стоп-бану? Ты ведь была его фанаткой. Да, я очень фанатела от стоп-бана. Два года назад. Когда я только скачала тик-ток, первый в рекомендациях у меня был стоп-бан. Вот. И я на него сразу подписалась. Ты хотела быть на него похожей? Там, может быть, в одной стилистике снимать видео? Ну, я хотела тоже снимать видео, чтобы у меня было много просмотров и подписчиков. И в этом плане я ему завидовала. Ну, и вообще мне нравились его шутки. А откуда ты родом? Я родом из Уфы. А твоя национальность? Я вьетнамец. Мама с папой у тебя вьетнамец? Да. Откуда знаешь русский язык? Да я сам не знаю. Родился в России. Что-то даже... То есть у тебя родители живут в Уфе? Ну, да. А расскажи вообще, чем родители твои занимаются? Они... У них ресторан в Уфе. То есть они фоба готовят. У них лучшая фоба в Уфе. Ты подавал заявку на Тудротс? Да. Да, футбол у меня в сердце. Я бы хотел, конечно, сниматься в Тудротс. Но это интересно, мячик пинать. Клево. Я, насколько я знаю, тебя слили на первом этапе. Зачем позорить меня вообще на интервью? Ладно, да. Да, меня слили, и что? Как ты думаешь, почему так произошло? Причем меня слили мои же сокомандники, с которыми я был в группе на отборе. Да они мне завидовали просто, что я самый крутой там был. В 16 лет ты начал свою карьеру блоггером. Ты снимал видео в YouTube? Нет. Я TikTok по фану так чисто снимал. Сначала я начинал с TikTok, а потом что-то мне пошло, поперло. Я начал развивать другие соцсети. И так я начинал с TikTok. А ты сразу понял, что ты альт-Tiktoker? Я не люблю, когда меня там приписывают к альту, к стрейту. Я просто, ну, TikTok, блогер, не знаю. Ну, ты снимал видео с Данем и Лохиным? Да. Это была твоя идея? Да. Он снялся со мной, потому что он мой фанат. Он давно хотел со мной TikTok снять. Но я такой, ну, ладно уж, давай снимем. Ты считаешь, что контент Dream Team'а качественный и уникальный? Я не слежу за Dream Team'а. Я не знаю, что они снимают. Ну, да, наверное, они крутые. Я открыла влог и увидела, что два года назад ты тесно общался с Кариной Карамбэйби. Так. Ну, тесно, ну, просто общались. Мы, типа, на тусе какой-то TikTok'ерской встретились и подписались взаимно друг на друга, и все. Потом она начала следить за мной. Я в сторис выложила там три твоих любимых TikTok'ера, и я был в этом списке. Вот и все. Какие были твои эмоции, когда ты увидел тусторис? Я вообще плакал от радости. Прыгал по комнате. С медведем? Да, с другим уже только. Побольше, да? А сейчас вы поддерживаете с Кариной связь? Да нет. Нет, сейчас она встречается с Лавой Мэрлоу. Зачем ей альт-тиктокеры? Тебе обидно? Ну, может, это и к лучшему. Да, ну, да, обидно чуть-чуть. Ты же знаешь, что на ArtHub подписался Слава Мэрлоу? Да, Слава, ты крутой, давай коллаб. Ты хочешь, чтобы он приехал в ArtHub? Да, я хочу, чтобы он приехал в ArtHub, и мы снимали сериал Слава Мэрлоу. Вы пробовали до него дописываться? Нет. Вот. Появился такой шанс. Слава, приезжай к нам. Мы очень тебя любим. Ты же знаешь, что Алена изначально была твоей поклонницей? Да, я знаю. Поклонницей, это она сказала. Фанаткой, поклонницей, любительницей твоего творчества. И когда ты снимал в Ютубе, она это все смотрела, и в ТикТоке ты попался ей первым. А материться можно? Да. А сейчас получается такая ситуация, что она тебя переросла. Ты можешь с этим согласиться? Ну да, это же по факту, типа, у нее подписчиков больше. Тебе не обидно? Нет. А если честно? Нет. Я ничего не делаю для того, чтобы прости, типа. Ну, делаю, но мало. Я лентяй. А как назвать то состояние, в котором ты сейчас находишься? У тебя какое-то эмоциональное выгорание? Было. Но сейчас уже нет. Ты настроен на работу? Я настроен. Я, как назвать, состояние, но... В преддверии апдейта. Ты был в монастыре. Это правда? Да. Как ты там оказался? Мама отправила. У меня мама верующая. Вот. Она решила в целях воспитания там отправить меня в монастырь. Я побрился на лысо. Жил там месяц. Читал молитву каждый день по два часа три раза в сутки. И жил там. А это могло быть из-за какого-то там непослушания твоего? Или она просто потому, что она верующая? Да нет, ей захотелось просто. Вот. Я всегда был послушным ребенком, поэтому... А как на тебя повлиял монастырь? Вообще я такое осознал. В монастыре, кстати, в том, в котором я был, был шведский стол. Там очень вкусная еда. И я вообще... Я с таким кайфом жил. Правда, лысый. Но все равно вкусно ел очень. Эмоции мои просто не передать словами. Надо просто попробовать разок в монастырь съездить. И тогда поймете. Вот. А ты сейчас веришь в Бога? Нет, я атеист. Это случилось после монастыря? Нет, это случилось, когда я пошел в школу. А как атеисту было находиться в монастыре и заставляют читать молитву? Да. Никак. Я просто такой, ладно. Раз мама захотела, значит надо. Что самое жесткое ты мог натворить? В школе? Вообще. Я мог самое жесткое сжечь все вещи менеджера. Менеджера по рекламе? Да. За что? За то, что не выплатил деньги? Ну да, задержал немножечко. Ну, одежду. Вернул деньги? Он, да, вернул деньги мне. Сразу? Ну, пара часов прошло, он скинул мне. Ты всегда к людям, которые не выполняют свои обещания, так жесток. Да, я всем вещи сжигаю. Люблю это дело. Получается, что до арт-хаба ты состоял в разных тоже творческих организациях. И вы с Даноном вместе жили в Лимонадхаусе. Да. А как вы там оказались? Так, это было летом 2000 какого-то года, я не помню. 20-го. 20-го. Мы приехали с Даноном в Питер, чтобы просто отдохнуть после не сдачи экзаменов. И решили там остаться на какое-то время. И в итоге Ваня нам звонит, говорит, вижу перспективу в вашем треке, приезжайте выступать. Купил нам билеты, и мы в этот же день поехали в Москву. На лимопати? Ну, лимопати была на следующий день. Мы приехали, отдохнули в Лимонадхаусе и поехали на следующий день в кальянку эту. А ты веришь во всю эту историю с изнасилованием? Да. В этой медиа-индустрии и не такое можно ожидать. Сегодняшний выпуск мы снимаем в ярком пространстве Хауслофт. Тут можно отпраздновать день рождения, сделать фото и видеосъемку, а также классно провести время. Мне все очень понравилось. Я уверена, что мы сюда обязательно вернемся. Всю подробную информацию можете найти внизу по ссылке в описании. У тебя вообще не было отношений за твои 17 лет? Это правда? Да. Это правда. А как ты думаешь, почему так? Потому что я очень особенная личность, и мне не каждый подойдет. Каким нужно быть человеком, чтобы тебе понравиться? Да я даже не знаю. Особенным. В каком плане? Особенным? Во всем. Ну, я не знаю. Просто смешным, харизматичным, красивым. Высоким, накачанным. Ну, а ты влюбляешься в людей? Ну, да. Был случай. Пару раз влюблялась. Последний раз. Когда это было? Года два назад, как только поступила в колледж. Влюбилась в мальчика, который учился на четвертом курсе моего отделения. Очень сильно. Это была взаимная любовь? Нет, ему было 23, что ли, года. А мне всего 15. Я даже ничего сказать не могла ему. И у него девушка еще была. Ты страдала? Да, мне грустно было очень. А вот если у тебя что-то произойдет, что тебя будет сильно тревожить, кому ты про это скажешь? Наверное, маме. Но я не очень люблю рассказывать про свои внутренние конфликты кому-то из друзей. Потому что боишься, что эта информация дальше пойдет? Или почему? Ну, да. Может, из-за этого. И вообще, ну, я не люблю просто рассказывать кому-то. Просто, знаешь, когда ты делаешь себе образ дурочки, можно как-то вот успокоиться и не думать ни о чем. Как-то это легче, чем быть серьезной. Живется легче? Да. А кто знает себя настоящим? Все, с кем я общаюсь. А почему ты выбрала именно такой образ в интернете? То есть он больше, может быть, продаваем? Ты же в интернете не показываешь, особенно в ТикТоке, реальную себя. Ты не говоришь на какие-то темы. Да потому что так легче, наверное. Ты говоришь, что тебе все равно на мнение окружающих. Это заявление может сделать уверенный в себе человек. Да. Уверенный в себе человек? Я абсолютно уверена в себе. На все 150 тысяч процентов. Давай перейдем на тему Влада. Как ты думаешь, почему вы так сдружились и что вас больше всего объединяет? Потому что мы оба немного повернуты на голову. И мы одинаково смотрим на мир. Ну, у нас чувства юмора и иронии одинаковые очень. А из-за чего вы с ним ссорились в последний раз? Мы ссоримся просто из-за всякой херни. Например, он может проснуться. Ну, у него всегда по утрам дебильное настроение. Он злой. И мне что-то не понравится. Или я могу быть утром злой. И начинаем сраться просто из-за абсолютной чуши. Если на нас посмотреть, ну, типа, со стороны, как будто два ребенка, ну, не знаю, ругаются. Ну, бессмысленно. А у вас была когда-нибудь ссора, после которой ты думала, что вы больше не будете общаться? Да, была. Расскажи поподробнее. Я надела его рубашку. И у нас у обоих было плохое настроение. И я прихожу к нему в комнату и спрашиваю тональник. У меня тогда его не было. И он мне говорит, купи себе свой тональник и не пользуйся моим. И что-то так вот начали слово за слово. Еще он сказал, чтобы я сняла его рубашку, потому что она ему нужна сейчас. Хотя он вообще про нее забыл. Ну, короче, мы там начали ругаться. Потом я сняла эту рубашку и вышла из комнаты, захлопнув дверь. Он побежал за мной. И мы начали драться. Кто-то извинился? Да, мы просто в один момент поняли, что да нафиг надо держать обиду. Просто помирились. Ты также говорила, что вы не можете быть парой. Да. Почему? Мы не можем быть парой, потому что он гей. Влад сегодня мне сказал, что он би. Ну, я не совсем уверена, что это так, ну, потому что, ну, возможно, он бисексуал. Ну, просто он не в моем вкусе. Мне нравятся другие парни. А тебя вот сейчас не бесит то, что вас по факту воспринимают как какую-то пару и все чаще и чаще упоминают вдвоем. Да, мне это очень сильно раздражает. Я однажды загуглила свое имя, Алена Шметерова. И там был первый сайт, на котором упоминалось, что я имею свою популярность только благодаря Владу Семенову. Типа, потому что... Вы дружите. Только он. Из-за него я стала популярной. Хотя это не так. Он меня выдвинул, типа, в медийность и звездность. Но это неправда. Ты сама? Я все сама. Но можешь все-таки Влада поблагодарить за то, что все равно какой-то вклад в твоем творчестве у него есть? Да, он мне помог. Он очень харизматичный и веселый. И поднимает мне настроение и заводит на нужный лад. Давай поговорим про твоих родителей. Сегодня ты сказала то, что если у тебя вдруг что-то случится, первым, кто про это узнает, будет мама. С какими эмоциями ты сейчас вообще к ним приезжаешь и приезжаешь ли вообще? Я приезжаю вот с эмоциями, господи, как я ненавижу это место. Но я всю жизнь мечтала уехать из родного дома, потому что меня бесило все. В частности, они. Я хотела уединения. Представляешь, у меня даже не было своей комнаты. Я жила с братом в комнате. До 17 лет? Ну, до 15. И в нашей комнате еще постоянно отец тусил. Ну, это, блин, невозможно. Нет личного пространства. Я вот уже проклинала всех. Господи, когда же это все закончится? Ты благодарна Артхабу за то, что они дали тебе такую возможность? Да, я очень благодарна. Они мне очень помогли. У вас с мамой был конфликт, который ты засняла на камеру по поводу посылки. До сих пор ходят слухи, что же там в итоге было. И как, где правда, на чьей стороне. Расскажи со своей стороны эту историю. Почему вдруг там резко оказался телефон? Это постаново? Я снимала видео на YouTube. Хотела снять влог. То есть просто как я накачала свои губы, забрала посылку с почты, которую очень долго ждала, со своими ботинками. И до этого я еще заказала с Алиэкспресса стеклянный фалоимитатор. Но, а что бы нет? И родители так отреагировали на это, как будто, я не знаю, что-то мега греховное сотворило. А как они узнали? По ходу папа залез в мой компьютер и зашел в заказы. И увидел это. Просто, ну, когда тебе каждый день постоянно упоминают в этом, это уже настолько... Мне это неприятно было. И я начинаю, ну, зачем об этом говорить? Я просто в это очень в нужный момент поставила камеру и начала снимать. Это был просто влог. Я хотела сделать видео. Как я просто мило распаковываю. А как ты думаешь, почему она решила рассказать это всем? Почему она не могла просто поделиться с папой и не выносить ссоры здесь? Ну, она... Папа поделился с мамой, а мама меня уже начала, ну, типа, упрекать в этом. У тебя в Инстаграме ник Чума Болотная? Нет, это в ТикТоке был ник Чума Болотная. А, нет, у меня был ник, но сейчас другой. Был ник такой, и я узнала, что тебя так называет мама. Меня брат и мама так называли в детстве. А почему? Ну, просто так мило. Чума Болотная. Все. Для тебя это было мило? Или тебе все-таки было неприятно это слышать? Да нет, ну, просто меня так обзывали, мне не было обидно. Я решила взять этот ник. Почему у вас блокируют аккаунты постоянно? Потому что мы особенные. Ты сильно переживаешь, когда случаются блоки? Вот раньше очень сильно переживала. Сейчас, когда меня заблокировали... У тебя прямо на днях удалили ТикТок. Прямо дня три назад. Аккаунт в Инстаграме большой, который я вела там два года, то уже после этого мне все равно стало. Что ты чувствуешь каждый раз, видя то, что твой аккаунт удален? Я чувствую, блин, но ничего, в следующий раз получится. Но я видела, что ты очень расстроилась из-за ТикТока. Ну, да, блин, когда ты вкладываешь в это усилия, ну, это неприятно, конечно. Но что поделать? Буду пробовать еще. Тебя часто сравнивают с Билли Айлиш? И, насколько я знаю, тебя это вообще выводит из себя. Да. И ты считаешь, что если сравнивать человека с кем-то другим, ты не делаешь ему от этого комплимент? Абсолютно верно. Но когда меня сравнивают с Билли Айлиш, то как будто я теряюсь. И, ну, на фоне ее я перестаю быть как, ну, личность, как я, как Алена Шметерова. И остается только, ну, дебильный образ Билли. А мне не хочется, чтобы так было. Я не хочу, чтобы меня сравнивали. Я не хочу быть на кого-то похожей. Я хочу быть похожей только на себя. Но, к сожалению, люди этого не понимают. И они не понимают, что это неприятно слышать. Тебя в ТикТоке очень много хвалят как хорошую актрису. Особенно на аккаунте Артхаба. Это отлично видно, потому что там такая больше киношная картинка. Ты бы хотела себя попробовать в кино? Раньше, вот, в детстве я хотела быть актрисой, но как-то это желание погасло. Ну, я просто артистичная сама по себе. Я бы не хотела, наверное, сейчас. Потому что это муторно. Это надо учить текст, что-то там еще делать. Не хочется мне ничего учить. Ну, а если бы вдруг тебе предложили бы роль, допустим, главной в каком-нибудь классном фильме? Ну, наверное, я бы согласилась. Ну, а так, если искать и работать над этим, как-то нет. Ты одна среди троих мальчиков, абсолютно разных, непохожих друг на друга. Каково это? Спокойно. Так же, как и с девочками. Ну, мне кажется, с парнями как-то легче живется. Но ты не чувствуешь себя главной в арт-хабе? Нет, конечно. Мы все на одном уровне. Ну, подожди. Вы держитесь отдельными группами. Отдельная группа ты и Влад. Отдельная группа Стабан и Данон. Да. Почему так происходит? Ты ведь тоже с ребятами раньше общалась. И с Стабаном, и с Даноном. Да, мы и сейчас все общаемся. Ну, просто они лучшие друзья, и мы лучшие друзья. И мы всегда в такой компании общаемся. Вы не хотите дружбы вчетвером? Да зачем? Нафиг надо. Ну, мы просто разные очень. Итак, прямо сейчас я сижу на одном диване с Ваней. Это человек, который полностью создал и организовал арт-хаб. Ваня, ты сегодня целый день был за кадром и, наконец-то, появился в экране. Расскажи вообще, как пришла идея сделать именно арт-хаб. Ты до этого делал другие творческие проекты. Мне интересно вот про арт-хаб. Ты, слушай, совместная идея, наверное, с Даноном была, потому что я в тот момент как раз-таки расходился там и продавал прошлый проект свой, который я делал с тиктокерами. И мне надо было чем-то заниматься. И в тот момент я осознал, что я не хочу заниматься блогерами ради прибыли. Ну, то есть, конкретно ради денег. И не очень уже сильно хотел работать со стрейд-блогерами. И нашел ребят вот этих. И так и пришла идея создать этот проект. Хотелось просто отличаться очень сильно от тикток-домов, которые были на рынке, потому что это супер приторно, уже никому не интересно, не вызывает особо сильные эмоции. Но при этом у меня есть компетенции работать с тиктокерами. Хотелось остаться на рынке, при этом как бы самому получать удовольствие от работы с блогерами, потому что это очень сложно. И ты тратишь очень много энергии, сил на, в принципе, все, на всю эту работу, эмоциональных в первую очередь. Даже не говоря там про материальные. И хотелось найти такую команду, которая будет максимально приятна мне в первую очередь. И нашлись ребята. То есть, кто сейчас, это именно те твои люди? Ну, мне комфортно с каждым работать. То есть, я сам фанат их. Ну, то есть, фактически, есть там ряд блогеров, с кем я работаю в агентстве. И я просто как бы смотрю на них как на продукт. Да, а на ребят немного иначе смотрю. Я сам фанат, и мне самому нравится. Я сам верю в то, что они добьются тех или иных высот, которые сами хотят. Почему у вас сейчас фронтовики? Это Алена с Владом. Ну, потому что они... Фронтовики их любят, любят аудиторию очень сильно. Потому что они гении своего жанра и супер неповторимые. Таких нет вообще нигде. Ну, даже сейчас пытаемся взять каких-то новых ребят в проект, но не можем найти. Потому что, ну, они супер сильно отличаются и супер сильно выделяются. Вот. Но ваш проект... Они яркие очень. Ну, то есть, они очень яркие. И не похожие ни на кого. И вызывают сильную эмоцию. А вот ты как продюсер, что можешь запретить ребятам, и они будут слушать тебя? Да я ничего не запрещаю. Ну, то есть... Ну, я вообще как бы ничего не запрещаю. Это творческие люди, им надо все делать. Ну, то есть, ты не можешь ограничить творческого человека, иначе ты не получишь того, что нужно аудитории. А у ребят есть... Я жених, мама и папа. То есть, фактически, они сами взрослые люди, осознанные. И я не должен играть роль мамы или папы. Они как бы сами осознанные ребята, которые понимают, что делают. Я могу... Ну, из-за того, что ребята там приехали недавно из своих городов, и то, что они в Москве, я могу как-то подсказать, как там, ну, плюс-минус, с какими людьми там лучше коллаборироваться, там, или еще что-то. Либо как-то поддержать, замотивировать в сложный момент. Но как бы запрещать или указывать, что им делать, ну, нет. Я отпускаю эти ситуации все. Я назапрещался уже с другими блогерами, мне хватило. Ну, то есть, вообще не делайте так. Должно органично все быть. Ну, любой неорганический процесс, он быстро заканчивается. То есть, если вам комфортно, если вы как бы органически развиваетесь, и у вас все гуд, супер. А как ты регулируешь конфликты, которые тут происходят? Никак, я их снимаю. И выкладываешь на аккаунт Инстаграма? Да. Ты вообще не лезешь в это? Нет, не надо лезть в личные отношения блогеров. И вообще в личные отношения людей и других. Надо заниматься собой и своей жизнью. Хочешь научиться красиво говорить и делать свои собственные яркие шоу на YouTube? Тогда тебе в школу ведущих проговори. Заходи на наш сайт и оставь заявку на обучение. Итак, мы находимся в самом секретном месте, а именно это квартира от Хаба, в которой еще никто не был, кроме меня. Так что пойдем и узнаем, что там. Твоя же кота. Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, расскажите, что вообще в этом происходит? Вот это наша квартира. Сейчас я тебе все покажу. Вот это наша гостиная. Здесь мы устраиваем посиделки, иногда разжигаем костер в нашем камине великолепном. А у вас есть планерки? Планерки, да, постоянно бывают. Я вижу, вот здесь доска есть. Да, это доска. Она же старая. Да, старая, потому что от нас съехала Лиза и Саша Тесла. Поэтому больше не действительно. Давайте пойдем дальше. Вот здесь вот я рисую иногда. Это твои рисунки? Ну да, парочка разрисовок. Так. А есть еще что-то для рисунков? Или это уже в моей комнате? Уже там в моей комнате. Да, это наша кухня. Здесь мы кушаем и тоже общаемся. Часы, часы, покажите. Покажите эти часы. Смотрите, это часы. Ничего себе шумят. Офигеть. Что же в нашем холодильнике? В холодильнике арт-хаба. Здесь. Ну, сосиски, короче. Так, а это что такое? Это коколка. Это каракал. А это второй холодильник, но это уже продукты Аня. Нет, это холодильник нашего продюсера. Вот так питается наш продюсер. Покажите крупным планом. Колбаса, майонез, яйцо. А вы завтракаете, обедаете и ужинаете все вместе? Да, конечно. Мы же семья. Мы же команда. Мы же семья. Да, семья, команда. И поэтому мы проводим все время вместе. Вот тут спит наш продюсер. Он раскладывается и он так спит. Скромненький такой. Он здесь живет и спит. А это? Это склад. Давайте покажем вам наш склад вещей. Так. Я хотел пошутить, но неудачно. Давайте пройдем на второй этаж. Реально кто-то читает книги? Вот у вас цифровки. Я перечитала всю первую полку. А ты? Литературу сдавал. Это моя комната. Видите, я специально тут зарисовала, чтобы никто не подглядывал. Но все равно кто-то проковырял. Кто это был? Не знаю. Наверное, оператор. Он любит подглядывать. Так, ты тут спишь одна. Да, это моя скромная и уютная комната. Здесь есть все. Посмотрите, куаш, косметика. Который у нас к работе, блядь? Да. Так. Тут висит мои рисунки. Ну-ка, а в полочках что, покажешь? Да, конечно, покажу. Я тут знаешь, что у меня получится. Да я рылся в твоих вещах. Да? Давайте, вот здесь. Здесь ничего особенного. Здесь тоже. Это моя рисунка. То есть ты его рисуешь и сразу вешаешь? Ну да, я думаю, это больше приносит мне вдохновение. Я тут вижу краски. Краски, зарядка. Тут у тебя кисточка. Это макияж? Ну ты делаешь эти макияж? Да, да, да. Здесь у меня все творчество, творчество, творчество. А шкаф покажешь? А шкаф давайте покажу. Вот тут всякие вещи. Интересно. Здесь тоже. Всякие вещи. Так, ну понятно. Пойдем дальше. Интересно. Давай я помню. Ну, наша занова. Так. Выезжайте вдвоем. Да. Ну-ка, кто там? А кто это там такой? Кто там такой? Пойдемте. Выходи. Странно. Всем привет, дорогие гости. Привет, Ален. Здравствуй. Пойдемте лучше в комнату Ани. Можно с вами? Можно. Ура. Тебе нет. У вас почти везде было бы на игре. Аликета не... В смысле было бы на игре? Вы их открываете вот так? Но это только в комнате Влада. Да. Эта комната давно наставала. Да, да. Давайте добро пожаловать в нашу. А почему вы живете вдвоем, а остальные поделись? У нас тут очень чисто, кстати. Но они перед интервью убирались. Да, мы вообще даже не готовились. Мы не знали, что... Нет, мы знали, и мы показываем суда специально. Разбросали все. Тут что вы делаете? Тут два компьютера. Тут смотрим экран. Пишите музыку. Нет. Просто так стоит. Да. Так. А почему, объясните, Алёва с Владом живут владельцы, а вы в одной комнате. Что за дискриминация? Так получилось. Они просто не хотят друг друга, а мы его привызли. Да, это моя комната. Заходите, располагайтесь. Конечно, жить здесь невозможно, потому что постоянное вот это сверление внизу. То есть постоянно у нас делают ремонтные вот эти вот работы. Я не знаю, я сплю, то есть утром, да, я просыпаюсь постоянно от этого шума. Я уже не знаю, куда мне писать, куда мне звонить. У тебя тут игрушки. Да. Ты сидишь только с игрушками? Срежиссик. Молодец, Влад. Подготовился, убрался везде. Я убрался еще пару дней назад. У тебя реально самая большая комната. Почему так получилось? Потому что я сначала, типа, сказал всем, что это моя комната. Ты ее занял? Да. Но потом пожалел, потому что мне надоело постоянно убираться в ней, потому что очень много места. Я постоянно здесь все тусулся, здесь все ходят мимо, проходной двор вечный. Я, типа, задолбался здесь убираться, но... А можно посмотреть твои игрушки? Да. Так, смотри. Я просто хочу понять. Это первое, что я обратила внимание. Кто это? Это сын Крюченко. Гном Гномыч. Откуда он тебе тут появился? Мне подарили. На фон встрече? Угу. Это все мне подарили на фон встрече. Здесь ничего я не покупал. Главное, монстр Хар. Но ты реально хранишься игрушкой, которая тебе дарит? Да. Ладно, а что там висит? Не знаю, кто тут закинул. Ты? Нет. Так, у тебя тут компьютер. Ты играешь в компьютер? Да. Какие? Я играю в игры ужасы, то есть, ну, где убивают, там, типа, вообще трэш-шаг полный. Ну, так как я подросток. Так, а вот туда можно зайти? Да, ну, это гардероб. Это твои туфли. Да. Которые взбивают мясо. Угу. Мне очень нравятся твои пиджаки. Я чувствую, как не вижу ни одного. Пиджаки. Вот. Вот, мой любимый костюм. Это мамин. Да, ты мне говорила. Ну, тут, не знаю, вообще особо ничего нет. Везде все валяется. Я тут, ну, не особо это любит все раскладывать. Типа, здесь одежда, там, платья всякие. А, вот там, у тебя что? Ну, это ванна? Да, тут ванна. Вот. Ну, только маленькая. А, тут общая? Да. Ну, конечно, тут сюда ходят. А тебя не бесит то, что... Не, очень не бесит. Здесь, ну, здесь, ну, здесь всем вольфам. Ну, типа швампу все, да. Швампу здесь. А, где вы мой здесь там? Да. То есть, в 10 вы даже не салатитесь? Нет. Так, тут у вас, значит, столик. Да, здесь я крашусь. Вот. Ну, особо... Ну, так это ничего не знаю. Тут рерсика место. Бали даже у вас здесь внутри. Да. А тут вы слышите вещи? Ну, так, нет. Ну, просто там, не знаю, складка будет. Там никому не сдалось, что бали. Что бы тебе не подарили, оно обязательно будет с тобой, а ты это не выхиваешь. Конечно, конечно. А, это что такое? Ты сам рисовал? Нет, это я нашел где-то. А, просто нашел и забрал. Да, вот это моя коллекция кукол. Я их всех коллекционировал, собирал. У меня это все будет. Это ты сам собирал, это тебе уже не дарили? Да, это я сам все призывал. Вот. В принципе, я в комнате провожу большее количество времени. Я здесь все, я здесь сплю, ем, вот, в принципе. Ты даже вот эти штушки коллекционируешь, да? Ну, это мне тоже подарили все. Да. Да. Это, насколько я понимаю, письма, да? Да, это письма от поклонников. То есть я люблю письма от поклонников. Очень я вдохновляюсь с ними, читаю. Иногда, знаешь, сажусь, когда плохое настроение, прочитаю сразу на душе спокойненько. То есть ты вообще ничего не укидешь? Нет. Не о всего? Нет. Я в шоке. Потому что обычно атисты после концерта все цветы, все плюшевые игрушки выкидывают, отдают дальше. А ты, я смотрю, у тебя вся... Да, ну вот здесь не только письма, там всякие брелочки, все, что вот надарят. Вот даже упаковки от писем я все храню, потому что тут всякие наклеечки, там, не знаю, вот, всякие рисунки тоже здесь. Всякие вот, ну, просто красиво сделано, да? Вот, поэтому я все храню. Так. Вот так скромненько живем. Скромно? Да, не сердит, не может, не может, большой голову, конечно же. Конечно же, духи версачи, но это я так просто. Это я нашел. А где ты находишь? Ты нашел какую-то картину, ты нашел... Все, в квартире находится. Ты просто находишься, стараешь себя? Да, да, конечно. А ты вообще всегда на дома ходишь? Это твой нормальный вид? Ну, обычно нет, просто, ну, не знаю. Захотелось порадовать гостей? Ну, да. Ну, ты порадовала нас. О, спасибо. Смотри, мы сделали рум-тур, точнее, квартира, флет-тур. По вашей квартире она находится почти в центре Москвы, двухэтажная, с прекрасным видом. Сколько такая квартира в месяц обходится? Около 200. Эти деньги вкладываешь ты или какие-то отдельные инвесторы, партнеры? У меня есть партнер, это инвестиционный проект сейчас, но выходим на окупаемость потихоньку. Сейчас, конечно, очень помог нам инстаграм, в кавычках, когда у ребят снесли просто все аккаунты, и мы потеряли там просто месяц прибыли. И вот за счет работы с другими блогерами я перекрываю Ордхаб, ну, вот последний месяц. В самом начале мы, когда собирались, у нас вообще был другой состав. Да, расскажи про это. Ну, то есть изначально вообще мы с Даноном вообще, в принципе, друзья изначально, и в рабочей плоскости мы никогда не крестились. То есть мы просто общались, и все. Но какие-то проекты я делал со своими блогерами, Данон просто занимался тем, что он хочет. И в какой-то момент, когда мы решили сделать проект, мы собрали там состав, который мы хотели бы видеть. Там была Рик Сэм, там был Дима Водный, там были Худси Бишоп и так далее. И мы уже запустились, там начали снимать. Мы изначально снимали на студиях, то есть идея снять квартиру пришла уже позже, когда мы поняли, что нам она нужна. То есть изначально это было просто творческое объединение, где мы просто приходили, собирались и команды снимали. Но потом мы уже поняли, что нам нужна квартира. Вот, и когда мы собирали первый состав, там был, получается, Влад, Рик Сэм, Дима Водный, Худси, Данон, СтопБан и еще какие-то ребята, я уже не помню. Вот, и мне просто, мы начали снимать все, я там инвестировал первые деньги в это. И у меня, я просыпаюсь первый день, я помню, мне пишет Дима Водный, что Ваня, сори, я, короче, ухожу. Мне... Без причин. Да, ну то есть, типа, он описывает, что у меня там какие-то проблемы, и я, типа, ну все, не могу. Потом мне пишет на следующий день Худси Бешоп и говорит о том, что я ухожу. И на третий день мне пишет, по-моему, Алина Милди тоже должна была быть участницей. Он пишет тоже, ну все, я ухожу. И я такой, типа, блин. Они были в каком-то изговоре, или это просто совпадения такие? Ну это нормально, то есть, ноунейм проект, никто там особо сильно не верил. То есть, Худси позвали в Феникс Хаус, это дом, там, достаточно сильного агентства на рынке. Естественно, там ребята за деньгами пошли, ну или за развитием каким-то своим, под сильный менеджмент. У нас больше такой, типа, ну, свой проект был. И, ну, естественно, они там свой путь выбрали, каждый по разным причинам. Но факт в том, что я просто остался без блогеров. И пришлось собирать все с нуля. Ну да, но Влад был тогда, и вот с Владом мы на одних из самых первых съемок просто поговорили. И такие, ну, типа... Я знаю, что Влад... Я уже понял, что Влад один может окупить все в теории. Да. То есть, серьезно, если Влад останется один, это все равно будет прибыльный проект. Да. Ты просто так не выйдешь на улицу в ярком образе. То есть, обычно ты одеваешься, цитирует себя как пацан. А сейчас, я смотрю, ты все чаще появляешься на блогерских каких-то тусовках, мероприятиях. И я вот тебя недавно видела, у тебя был потрясающий бордовый костюм. Мне интересно, кем ты вдохновляешься по стилю? Моей мамой. То есть, она тебя привела с детства? Ну, как-то не знаю. У тебя такие еще сапожки были красивые. Ну, да. Она все так сочеталась. Это свое. То есть, не знаю, как-то, ну, мама там, да. Это костюм мамин. Да? Да. Вот. Я у нее украл немножечко. Она об этом не знает. Я боюсь чужого мнения очень сильно. Вот. То есть, если, например, мы идем с Аленой и про нас что-то скажет грубое, то Алена об этом забудет через час, а я буду думать об этом день, второго, третий, четвертый, всегда об этом вспоминать. И мне будет очень грустно и обидно. То есть, ты считаешь важным мнение людей, которые ты просто увидел мимолетно? Я всасываю в себя весь этот негатив, который получают людей. И не могу от него избавиться никак, потому что у меня очень навязчивые мысли, и я параноик. Ну, типа, если мы где-то едем, например, в электричке, и мужчина как-то не так на меня посмотрел, я сижу и думаю, он точно что-то не то про меня подумал, он сейчас встанет и забьет меня. И, ну, очень навязываются мне эти мысли. Короче, я вообще шизоид. А так всегда было или это недавно появилось? Ну, недавно. Ну, с популярностью, скорее всего. То есть, когда у тебя было детство, ты был подростком? Я не выделялся. Этих мыслей у тебя не было? Ты спокойно? Я просто не выделялся особо. Ну, я был таким типичным гейчиком на северном районе города Подольска. И, конечно, ну, многие негативно на меня реагировали, многие положительно. Ну, я, конечно, думал о том, что, типа, я не нравлюсь людям, люди хотят меня избить. Но как-то мне было все равно. Ну, типа, я думал, да полно таких же, господи, я не один такой. Типа, многие с этим сталкиваются. А сейчас как-то я стал понимать, что, типа, блин, я один такой. Ну, именно там в своем окружении как-то, да, там я один на улице иду такой. Если бы я шел с кем-то, например, когда мы с Андреем Петровым шли по улице, то я себя очень спокойно чувствовал, потому что все, внимание на него. Типа, все смотрите на него, на меня не надо. Вот, поэтому так. А вот если тебе сейчас мама скажет, что гордится тобой? Ну, ну, мне было бы приятно, да. Ну, не знаю. Возможно. Ну, как-то я слова всех людей у себя в голове просто пропускаю мимо ушей. Вот. Независимо от того, там, это мама, папа или бабушка, там, кто-то, не знаю. Вот. Возможно, не знаю, но я просто не знаю, каково это, когда тебя хвалит мама за то, что я делаю. Потому что я всегда слышу лишь... Сейчас я стала реже слышать такой негатив, но от мамы именно. Папа смирился с тем, что я делаю, и он следит за мной во всех соцсетях и поддерживает меня. А мама как-то... Вот я снимался недавно в ролике ВПШ, я ей это прислал, похвалиться, видео. И она мне сказала, блин, даже показать кому-то стыдно, потому что там гейская тематика. Вот. Я говорю, блин... Какие у тебя были эмоции, когда ты прочитала это сообщение? Ну, не знаю, эмоции такой, обыденность. Ну, всегда это было, всегда это и будет, и мама никогда не изменится. Вот. Ну, она изменилась, но не до конца, потому что у нее есть парень, который... Знает, чем я занимаюсь, но мама от него все скрывает. Скрывает меня. Я, например, хочу приехать. Я говорю, мам, могу ли я приехать, но у меня вот длинные ногти нарощенные. Она мне говорит, ну, давай только приезжай, когда не будет ее парня. Типа он всегда с ней постоянно находится. Она говорит, приезжай только, когда его не будет. А когда его не будет, папа не мог справиться с алкогольной зависимостью в 18 лет. А маме на тот момент было 16, вроде как. Ну, если я не ошибаюсь. Либо папе было 19, а маме 17. Вот. Насколько я знаю, они уже встречались. И папа часто пил, часто выпивал. И, как мне мама рассказывала, они проходили... Мама тащила домой пьяного папу. И бабки сидели на лавке такие, типа... Ну, Наташка, такая девчонка хорошая. Такого себе нашла. Ужас какой. Вообще папа, милиционер. Натах, ну что? Вот. И в итоге мама смогла его вытащить из этого состояния собой. Она давала, я думаю, ему всю любовь, которая ему нужна была. И смогла его вытащить. Даже не смогла вытащить бабушка. Ну, папина мама. А в итоге они не смогли, да, жить мирно? Нет, они не смогли, потому что мама очень ревнивая. Мама очень глупая. И папа очень свободный человек. Он всегда уезжал на рыбалку в Астрахань. На месяц, там, не знаю, насколько. И мама сидела дома, ждала. Ну, ясен, хер, она ревновала. Вот. Мало ли что он там делает. Он уехал без семьи в Астрахань. С другом. Вот. Ну, ревновала, конечно. Вот. Поэтому из-за этой ревности, я думаю, они и развелись. Конечно, мне не до конца известно, из-за чего именно. Вот. Но папа просто говорит, что мама дурочка. Вот. А мама, я думаю, до сих пор жалеет, что они расстались. А ты говорил, что когда мама тебя била, тебя защищал дедушка. Да. Ну, и дедушка бывал тоже меня там чем-то шмальнет. Вот. Ну, это нормально. Ну, ты чувствовал поддержку? То есть, как я поняла, ты не чувствовал поддержку в маме, а дедушка все-таки, он вставал на твою защиту? Просто, если вспомнить мое детство, то я не помню никаких хороших моментов практически с мамой. Потому что в любом случае, ну, мама очень, у мамы очень трудный характер. И у нее очень переменчивое настроение. То есть, в один момент она меня любит, а в другой момент она меня не любит. Вот. И я практически ее не видел. Она постоянно уезжала куда-то. То есть, когда мне было лет, может, 10, она ходила по клубам вечно. То есть, ну, просто там потусить там со своим мужем. С новым. Ну, может, не 10, не знаю сколько. Когда вот появился у нее новый муж. Я не помню, когда это было. Вот. Ну, скорее всего, да, когда мне 10 было. Да. Вот. И потом родилась, когда Катя, моя сестра, мама уехала в Шатуру. И, ну, то есть, со своим мужем, с новым. И тоже постоянно меня возили в Шатуру. Но на тот момент они уехали вдвоем с Подольском. Я остался в Подольске на печенье дедушки с бабушкой. Вот. Ну, по маминой линии. Я жил с ними. А мама уехала в Шатуру. Ее не было, по-моему, год. Вот. Ну, то есть, она приезжала иногда наведать меня. Ну, буквально на пару дней может. И я помню тот момент, когда она приехала. Это было в... Это было в 11-м вроде году. Она приехала и сказала мне... Она подходит ко мне и говорит, я беременна. Я так был рад. Я очень сильно хотел себе брата или сестру. Потому что мне просто заняться дома было нечем. Я бы хотя бы сидел бы с братом или сестрой. То есть, ты был рад, несмотря на то, что мужчина... Я был рад за маму, да. От которого это было? Она светилась прям вся. Я очень был за нее рад. Она прям, знаешь, подходит ко мне и такая... Я беременна. Я так... Вы слышали это? Дед, бабушка, она беременна. Вот. И в итоге она уехала вот в Шатуру рожать. Тоже меня возили в Шатуру, пока она была беременна. Вот. Я там два дня проводил. Уезжал в Подольск. То есть, мы с мамой там... Ну, в месяц могли увидеться раз десять. Вот. И когда она приехала через год, родилась через год Катя. И она еще год лежала в больнице с ней. Потому что Катя родилась недоношенной. И вот они лежали в поликлинике. В реанимации. И вы ее не видели все это время? Ну, очень редко. Очень редко. Намного реже мы виделись. Насколько я помню. Может, я... Может, я... Я не помню. Ну, мы очень редко виделись. Я был очень гиперактивным. То есть, я постоянно там бегал на улицу. Усказал себе каких-то таких чумачечих друзей. Мы постоянно там ходили. Там лазили по мусоркам, по помойкам. Бросались бутылками стеклянными в бомжей. Ну, настолько такое крутое у меня было детство. Вот. И потом дед загонял меня домой. И я очень ему благодарен, да. Вот. Пока мамы не было, вот она лежала в больнице. Как раз таки. И... Катя умерла. В больнице? Да. Ну, мама на тот момент была вроде как в Подольске со мной. И она проснулась ночью. Ночью или утром от звонка. Ей врачи сказали о том, что Катя умерла. Сколько ей было лет? Ей год был. Ну, как мама мне сказала, это была врачебная ошибка. Не досмотрели. Не увидели. Вот. И Катя умерла тихо, спокойно в своей палате. Вот. Хотя ее... У нее была остановка сердца. И после этого ее смогли вернуть к жизни. Ну, потом все же опять сердце остановилось. И... Вот ее похоронили потом. Я очень сильно переживал. Я помню, как я пришел домой тогда. И... Сколько тебе тогда было лет? Мне в 12... Ну, это был 12-й год. Я не помню, сколько мне было лет. Вот. Ой, 13-й вроде. Ну, где-то так. И я... Очень много плакал. Я не понимал, почему. Не так. За что? И... Я на тот момент очень сильно верил и доверял Богу. Я считал, что это что-то... Это частичка моей жизни. Что я могу всегда высказаться Богу. И... Мы постоянно ходили в церковь с мамой. И она очень такая верующая. То есть у нее такие принципы. Вот. И... На тот момент я... Очень сильно плакал. И я просто подошел к иконе. И я спрашиваю... А почему так? За что это мне? За что это маме? Ну... Я не понимал, почему. Они ведь выхаживали ее год. Мама постоянно находилась с ней в поликлинике. Из-за какой-то врачебной ошибки она умерла. Пока мамы не было. Мама уехала тогда в Шатуру. На похороны. Я очень сильно переживал. И... Потом мама приехала после похорон уже в Подольск. Навсегда. Я видел маму. Насколько ей было больно. Потому что она все свое время уделяла Кате. Я спокойно на это реагировал. То, что мамы практически нету со мной. Со мной лишь дедушка. Я понимала, что Катя больна. И мама должна быть с ней. И когда она умерла, мама... Как она мне сказала, она плакала. Но я этого не видел. Я видел лишь, когда мама приехала с Шатура. И... После похорон. И... Она была веселая. Спокойная. Как будто ничего не произошло. Я не знаю, может она специально... То есть вы вообще не говорили про это? Когда это произошло, у вас не было совместного? Разговора пройдет. Я не помню. Вряд ли. Ну... Я все это в себе держал. Я лишь выплакался бабушке. Я помню, я пришел тогда к дедушке в комнату. В тот день, когда я узнал об этом. Я увидел первый раз, как он плачет. И все молчали. Такое молчание было дома. Никто ни с кем не разговаривал. Дедушка сидел в комнате, плакал. Бабушка на кухне. И я в своей комнате. И я просто ревел. Я в подушку плакал. Мне очень трудно было. И... Меня поддержала тогда моя вторая бабушка Лиза, папина мама. Мы с ней пошли тогда в школу. И бабушка рассказала учительнице моей. И моя учительница очень меня поддержала сильно. Для меня она была приоритетом. И мама после этого стала выделять деньги на помощь больным детям. Благодарительность. И она всегда этим занималась. И я думаю, до сих пор она этим занимается. Она всегда помогала деткам. И для меня прям это был, наверное... Поэтому я стал любить больше маму. Я видел, насколько она сопереживает другим людям. Чужим людям. Ну, изначально для меня это было странно. Что мама половину своей зарплаты пересылает кому-то другому. Чужим людям. Вот. А потом я начал осознавать и понимать, что... Она делает очень правильные вещи. Вот. А поведение вот мамы по отношению к тебе после этой ситуации поменялось? Вы стали холоднее друг к другу? Или наоборот... Мама стала уделять мне больше времени. И из-за этого... Вести себя очень строго со мной. То есть, ну, у меня не было как таковой строгости. То есть, скорее контроль. Вечный контроль. Постоянный контроль. Эмоциональные качели вечные. То ли мама добрая, то ли хорошая. То ли она злая и готова меня прямо сейчас убить. Вот. То есть, я не знал, какое у нее настроение. Я не знал, когда к ней подойти. Когда она в хорошем настроении. И она очень сильно изменилась. Очень сильно. Она от той молодой девчонки, которая ходила по клубам и резко забеременела. Родила ребенка. Ребенок погиб. И она стала серьезнее. Она стала... Не знаю. Стала родителем мне. Стала мамой. Наконец. А вы сейчас проводите время вместе с папой? Ну вот, я недавно ездил, приезжал к нему. Вот. После пушки. Мы не общались с ним два месяца. Вот. Потому что я рассказал про то, что меня били. Я считаю, очень много рассказал. Его это обидело? Да. Вот. Он очень сильно обидчивый. И он обиделся на меня. Вот. Хоть он... Я думаю, хоть он и стремился со мной опять начать общение. Вот. Потому что постоянно мне звонила бабушка. Ну, позвони ты папе там. Ну, позвони ему. То есть передавала через него. Ну, да, да. Вот. Я вот приехала к нему. Мы помирились. Посидели, поболтали. Они передали мне продуктов. Домой. Из-за чего погиб дедушка твой? В шестнадцатом году он умер из-за онкологии. У него была онкология. И я об этом узнал лишь когда я приехал уже. Я был с папой, по-моему, на море. И я приехал домой. Либо не на море, я не помню. Где-то я отсутствовал. Я приехал домой. Встретился с мамой. И она мне сказала, что дедушка болеет. Вот. Я не знал чем. Но я знал, что такое рак. Потому что от рака умерла моя бабушка. Ну, считай бы, жена дедушки. Вот. И я увидел дедушку. Он был очень худой. У него был очень болезненный вид. Он сидел в такой вот медицинской штучке. Такой голубой. Тут сзади на завязочке. То есть он сидел на кровати. И он вот так вот посмотрел на меня. И говорит мне, привет. Как дела? Давай обнимемся. Вот. Я стоял. И не знал, как мне на это реагировать. Тебе было страшно? Да. Мне было страшно от его вида. Как он выглядел. Я не думал, что все так быстро закончится. Но это было очень трудно. Потому что... Ты навещал его в больнице? Он находился дома. Его отпустили домой. Ну, как мне кажется, скорее всего. Потому что уже все. Ну, уже ничем помочь никто не сможет. И мне было очень страшно находиться дома. Потому что метастазы пошли в голову. И дедушка не понимал... Ну, не мог понять, кто есть кто. Он не видел во мне своего внука. Не видел в маме свою дочь. Не видел в бабушке его жену. И бабушка была, считай, его сиделкой. Ну, и мама отчасти. А я просто приходил домой и видел его. Он как будто... Ну, просто домашнее животное. Оно лежит. Что-то себе там бормочет. И никак не реагирует. У него даже глаза... Ну, то есть он не успевал за чем-то посмотреть. Например, за движущимся быстро. Он не успевал. И мне было страшно. Очень страшно. Потому что он начинал вставать. Хоть ему нельзя было вставать. Он начинал ходить в туалет. Он не мог ходить в туалет. Потому что у него был рак мочевого пузыря. Если я не ошибаюсь, у него висел мешочек. В который он справлял всю свою нужду. И постоянный вот этот запах на всю квартиру. И мама очень странно реагировала на это. То есть, опять же, я тоже не знал, как мне реагировать. Я брал пример с мамы всегда. Как она себя ведет, так и я себя веду. И мама, когда дедушка один раз встал, пошел в туалет, упал. Она просто стояла над ним. Ну, и не пыталась никак помочь. Я стоял рядом. Я даже не знал, как мне реагировать. И буквально через пару дней... Прошла лишь неделя, как я приехал. Буквально через пару дней я пришел домой со школы. И до вечера сидел у себя в комнате. Мне было очень страшно. Потому что целый день дедушка говорил странные вещи. Он что-то бормотал. Он видел батюшку в дверях. Он не понимал, кто мы такие. Он лежал просто как амеба. Мне очень трудно было. Потому что человек, который буквально месяц назад был живой. Он был полненький такой. Он был весь... Прям... Не знаю. Он всегда дышал этой жизнью. Он всегда... Всегда возил меня на дачу. Всегда. И... Постоянно шутил со мной. И вообще он был для меня очень классным человеком. Он очень хорошо меня воспитал. Хоть он недолго прожил со мной. Но я очень сильно ему благодарен. Я когда вижу, насколько человек изменился. От того, кем я так вдохновлялся. Кто был для меня... Стоял превыше всего. Это был дедушка. Потому что он герой. Он герой. Он воспитал маму. Он воспитает и меня. Я всегда знала. Он мне рассказывал такие вещи, как он работал в милиции. Когда они задерживали преступников. Он правда был для меня героем. Я вижу просто тело, которое сейчас лежит. Не двигается. И... Бабушка пыталась как-то... Не знаю. Я даже не знаю, что они чувствовали. Я не знаю. Я не знал, что мне чувствовать. Потому что никогда ничего не обговаривалось. Всегда умалчивались. Никто со мной не разговаривал. И... В тот день я зашел к нему в комнату. Мне сказали, сходи и попрощаться. Я зашел в комнату. И он мне сказал... Он посмотрел на меня и сказал мне... Давай съездим на дачу. Покормим Барсика. У нас на даче жили тогда два кота. Которых мама выгнала из дома. Барсик, Симба и Васька. Но Симба умер. И потом умер Васька. И остался только Барсик. И это тоже для меня была очень сильная потеря. Потому что... Ну... Мама, считай, по сравнению с дедушкой, была для меня злом. Ну вот... Она... Противоположность героя. Вот. Она злобный персонаж этого фильма. А дедушка герой, который спасал всегда. Всегда выручал. А мама просто всегда, как будто бы, хотела навредить. Всегда хотела сделать все не так. Вот всегда во благо себе. Она выгнала моих любимых котов. Любимых котов дедушки. Лишь потому что она решила, что у нее там какая-то болезнь. Хоть у нее никогда такого не было. И... Вот как раз в тот день вот... Я... Когда дедушка мне сказал... Давай съездим на дачу, покормим кота. Я очень испугался. Очень сильно испугался. Потому что... Ну... Он увидел во мне внука. Я подумал, что это неправда, что он болеет. Он... Здорово. Да. Но мне никто не верил. И... Ну... Ну, я просто мотался там, как такая шавка. Как просто собачка такая бегала, смотрела за всем, наблюдала. Как будто... Для меня это как будто... Все стоят, все разговаривают. А я закрываю уши. И ничего не вижу. И... Я попрощался с ним. Лег спать. И в 4 утра он умер. Я проснулся. Я вышел. У меня была такая дверь стеклянная. Ну... Она была заблюрена немного. Но все же видно было, что происходит в коридоре. Я вышел, встал перед дверью. И видел, как выносят дедушку в простыне. И все. С возрастом я начал осознавать, что... Что я потерял родного мне, дорогого, очень дорогого мне человека. И тогда все очень сильно изменилось. Я... Перестал быть веселым. Я веселился только наигранно. Не было такого, как раньше, задорности такой. То есть... Я в столь ранен возрасте. Я решился, считай, всего. Дорогих мне людей. И... Потом пошла череда смертей. Умирали все родственники. И... Для меня это уже... Ну... Я спокойно на это реагирую. Вот. Потому что я лишился уже... Того, кого я никогда не вернул. Вот. И того, кто так сильно был нужен мне и важен. Всегда важен. Он даже сейчас мне важен. Я недавно включил камеру. Сидел и выговаривался сам себе. Вот. Я представлял, что рядом сидит дедушка. Я с ним разговариваю. Я ему все рассказывал, что сейчас происходит со мной. Я просил прощения за все, что я делал. За то, как я себя вел в детстве. Я был уверен, что он сейчас рядом со мной. Я уверен, что он всегда со мной. Ну, мама тоже с возрастом начала все осознавать. Она поставила ему большой, хорошей памятник. И теперь они и с бабушкой лежат там вдвоем. Я думаю, что им там очень хорошо. Я недавно папе говорю. Я говорю, почему, когда мы разводились... Почему, когда мы разводились, было вот это вот перетягивание каната. Кто с кем? С кем ты будешь, да? Да. То есть вечно задавались вопросы мне напрямую. Кого ты больше любишь? Я не знал, что мне даже говорить. Вообще, я говорю папе, почему у меня спрашивались такие вопросы? Почему? За что мне это все было? Почему я была как будто козлом отпущения? На мне можно отыграться, на мне можно все сделать. Хочешь меня там, бери куда-то. Хочешь, не бери. Хочешь, оставляй меня дома на год. Почему? Почему? У меня детства не было. Я говорю, папа, у меня детства не было. Я не видел детства. Я видел детство лишь, когда я уезжал с тобой, когда ты меня забирал к себе. Я не видел детства вообще с мамой. Абсолютно. Что тебе на это ответил папа? Папа стоит на своем, что все у тебя было, я тебя брал, я все для тебя делал, я все тебе покупал. А как ты думаешь, ситуация сможет измениться? Вы сможете быть открытыми? Уже изменилось, конечно. Уже... Вы разговариваете? Они повзрослели. Очень сильно повзрослели. Папа очень сильно повзрослел после колледжа. Точнее, помолодел. Он стал такой более новационный. Он все смотреть, Инстаграм, все везде, все знает, все прошаренный, знает все тренды, все мемы, все абсолютно. Вот знает наизусть всю биографию моих друзей, которые у меня появляются в сторис. Вот. Поэтому... А почему мама это не делает? Мама занимается своей жизнью. У нее сейчас ребенок, мой брат. Она родила его в 15-м году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай перейдем немножко к другой теме блокировка твоих аккаунтов. Тикток и Инстаграм. У вас с Аленой одна проблема на двоих, и я не понимаю, почему так происходит. Я тоже. Я не знаю. Это неизведанное для меня до сих пор. Ну, видимо, что-то кому-то не нравится. Мы с Аленой в принципе такие фриковатые. Может быть, Инстаграму это не нравится, что мы имеем такую большую аудиторию и являемся неформалами. А что ты чувствуешь? Вот каждый раз ты набираешь аудиторию и тебя блокируют. Ты набираешь аудиторию опять и тебя блокируют снова. Я привык к этому уже. Ты уже не реагируешь? Тебя это не расстраивает? Нет. Не расстраивает, так как Алену. А то есть с этим ничего невозможно сделать? У вас же есть продюсер. Как бы обычно он этими вопросами занимается? Я думаю, что они решают это. Ну, мне как-то все равно, честно, заблокировали. У меня было полмиллиона в Инстаграме. Было сначала обидно, а потом как-то, ну, все равно, не знаю, плевать. Заблокировали. Значит, так надо было. Все, что не делается, все кучше. И вообще, почему именно у Влада с Аленой у них на регулярной основе происходит это? Ну, потому что они нестандартные в первую очередь. и как бы большинство там людей, которые видят это в своей ленте, они не понимают этого просто и берут и там кидают репорт или еще что-то, жалобу и из-за этого блокируют. Но они сами очень много как бы показывают, они открытые максимально. То есть, если у них что-то в жизни прям дерьмовое происходит, они это показывают, причем во всех красках. Ну, как бы многие блогеры так не делают. Хотя там тоже кто-то может там показывать какую-то свою личную жизнь, но у них вообще как будто грани нет. то есть, они как бы вообще все выливают и из-за этого там сам Инстаграм может блокировать какие-то истории. Да, это плохо, но это разблокируют рано или поздно, но если не разблокируют, это Влад. Влад как бы сам себя там не потеряет, Алена так же. То есть, это Влад, которого смотрят, которого любят. Если у него что-то забрали, он дойдет до этого. Если у какого-то человека что-то забрать, то есть, ну, дело-то не в количестве подписчиков, а в силе как бы самого человека. И значит, ну, как бы он способен до этих цифр дойти и займет это какое-то время, но окей, он дойдет. Так что в этом ничего плохого нет. Но пишите в Инстаграм, чтобы разблочили аккаунты. И не кидайте жалобы, пожалуйста. Просто пролистайте, если вам не нравится. Ну, как бы, если ты хочешь, да, типа там зарабатывать большие деньги, надо, наверное, цензурировать себя. Но, опять же, если бы они себя цензурировали, то, наверное, бы они не были теми, кем они являются. Вот, поэтому они сами себя не цензурируют, и поэтому они открыты, и поэтому их смотрят. Ну, и если там вопрос денег, ну, деньги можно зарабатывать на каких-то там сайт-продуктах, которые там мы сейчас будем делать. То есть мы там YouTube будем снимать, ArtHub, мы будем делать мерч. А ты веришь в настоящую любовь? Ну, да. У тебя она была? Нет. Ну, я любил, меня нет. Ну, как? Ну, была, да, но я просто не знаю, что человек чувствует ко мне. Я не верю. Ну, типа, ну, я не знаю же, что он чувствует, правильно? Я не он. Ну, ты не можешь залезть к нему в голову. Да, типа, ну, если это говорить настоящую любовь, типа, про, типа, лово-лово, там, сердечко, типа, вообще, пара, там, любовь, вот, я не знаю, такого прям особо не было. Вот. Ну, а так, я любил, да, сильно. Вот. Но, сейчас такого нет, чтобы я смог влюбиться бы заново в какого-то человека. То есть, сейчас твое сердце свободно? Ну, так. Я видела просто у тебя видео в тиктоке с одним мальчиком. Угу. И я посмотрела, что ты отвечаешь на комментарии, ты даешь понять, что этот мальчик тебе как будто бы нравится. Угу. Он тебе нравится? Ну, ну, как вам сказать? Угу. Ну, да. Додумайте сами, да? Ну, типа, ну, как, блин, я не знаю просто, я не понимаю, но если человек мне нравится, то он мне, ну, просто нравится, да? Я не люблю там за, там, за что-то, ну, за внешнюю какую-то оболочку. Я люблю лишь за то, какой человек. В данном случае я не могу ничего сказать. Вот. Ну, какие отношения между нами? Почему не можешь сказать? Ну, это так достаточно личное, чтобы говорить на такую большую публику, потому что я не знаю, как отреагирует он. Хорошо. Вот. Ну, а так все хорошо, типа, ну, мы просто... Этот человек делает себя счастливым? Этот человек просто, не знаю, ну, мне спокойно с ним, например, находиться. Вот, все, что я могу сказать. А ты сейчас благодарен проекту? Я, да, потому что это очень живые эмоции, это незабываемый опыт, это очень классно. Я желаю каждому почувствовать то же самое, что почувствовал я. Вот. Хотя мне было очень трудно и сложно там находиться, но... тебя там не покидали суицидальные мысли? Да. Из-за чего это было? Это было, ну, из-за разных ситуаций. Например, я с кем-то там поругался, и все. У меня все. Я ненавижу себя, я хочу разбить себе голову об зеркало, я ненавижу свою внешность, я... Ну, просто мне все не нравилось. Я ненавижу свои оттопыренные коленки на этих штанах долбанных, которые... Когда ты садишься, коленки оттопыриваются. Вот. И я все, у меня истерика. А тебя все-таки выгнали за них, за... Коленки. Нет. За то, что у тебя были сильные истерики, и ты не мог с ними справиться. Да. Ну... Это была причина выгода. Да. Ну, Анна Эрнстовна так и сказала, врач сказал Владу, что, ну, ему нельзя сейчас иметь каких-то эмоциональных нагрузок на себя. Значит, ты бы сделал себе еще хуже. Да. Я находился в отдельной комнате. Я там... Я наблюдался врачом. Вот. И психологом проекта Еленой. Вот. И... Мне там еще труднее было, потому что находился там один. Хотя ночью ко мне приходили мальчики иногда. А кто к тебе приходил? Расскажи. Ко мне приходил Никита и Валера. Ну, и... Вот три раза приходили ко мне Никита, Валера, и... Один раз я пришел к ним в комнату ночью, когда охрана вся... Спала. Да. Вот. Я пришел к ним ночью, и мы с ними сидели, тусили и болтали. Так, мы затронули тему колледжа, и я предлагаю тебе сейчас сыграть в такой интерактив. Тут восемь участников. Одни из самых ярких. И ты должен будешь выбирать, и в конце... Там я есть, да? Нет, тебя нет. Ты выбираешь из других участников. И в конце ты выберешь своего фаворита. Я тебе буду давать две карточки, ты будешь выбирать, кого мы оставляем, а кто покидает твой проект-лист. Ага. Узнал? Да. Кто? Никита. Аня. Очень хорошие люди оба. Очень мне нравится. И что, мне типа выбрать, кого выгнать? Да. А кого оставляем? Ну, в данном случае, блин, очень трудно мне, потому что я их люблю сильно. Но в данном случае, так как я больше находился в мужской компании, я меньше знаю Аню, я оставляю Никиту. Следующая пара этих ребят. Помнишь? Да. Так. Давай, прокомментируй. Степа и Вероника. Ты так сказал ее имя? Угу. Ну, тут я, конечно же, оставляю Степу. Можешь прокомментировать как-то? Ну, потому что со Степой мы больше общались как-то, чем с Вероникой. С Вероникой у нас были вечные неполадки какие-то, вечно после колледжа тоже, постоянные. Постоянные ругани, ссоры. Ну, я, конечно, ее сильно люблю, потому что мы с ней познакомились и раньше всех мы с ней летели вместе в самолете в колледж с ее мамой. Ее мама была моей сопровождающей. Вот. И на тот момент, когда я ее увидел первый раз, я думал, что Вероника, честно, первая на выбывание, потому что она мне показалась такой офницей, отбитой. Ну, сейчас вы в каких отношениях? Ты к ней хорошо относишься? Мы вообще не общаемся, вообще. Я не знаю, куда она пропала, либо это я пропал. Энрика и Катя. Ого. Ты, кстати, их упоминал, когда говорил, что если бы ты смотрел колледж, они обе тебе бы обладают. Ну, это очень трудно, не знаю. Блин, капец. Девочки, я вас люблю. Блин, просто с Катей мы видимся очень часто, а с Андринкой очень редко. Энрика живет далеко, вот, и как-то мы перестали общаться с ней, не знаю, это была моя инициатива перестать общаться. Почему? Не знаю, как-то, ну, как-то я подзабил на всех, в принципе, у меня были очень странные состояния, я никому не отвечал, и поэтому тут, скорее всего, я ставлю, я не знаю, можно двоих. Нет, Катю. Хорошо. Последняя пара? Ну, Антонио, конечно. Мы вчера с ним виделись, буквально. Вот, ну, потому что, ну, ой, хороший какой. Валерка Топовость. Вот, ну, не знаю, я ко всем ребятам очень хорошо отношусь, потому что все же мы все как семья, и считай, мы как будто, ну, класс целый, который выпустил, да, и авторпати уже не будет. Вот, ну, ну, Валера очень, очень хороший, очень хороший человек, он всегда меня поддерживал в колледже, хоть мы очень часто с ним срались, вот, постоянно мы с ним срались, вот, ну, но куда, какая дружба без ссоры, правильно? Вот, если человек ссорится с другим человеком, значит, это, значит, они могут помириться. А хотел бы сейчас с ним продолжить общение? Ну, я думаю, мы продолжим, потому что он недавно мне написал, вот, и хочет со мной встретиться. Ну, думаю, мы будем общаться, но не так близко, потому что общих интересов у нас особо и нет. Давай вот так. Степа и Катя. Катя. Катя и Никита. Никита. И теперь... Он на моего дедушку, потому что похож. Никита? Да. Внешностью? Угу. Давай, Никита или Антонио. Никита. Так, а расскажи, почему ты к Никите? Ты вроде бы всегда обычно выделял Валеру, а тут у тебя каким-то чудесным образом... Ну, потому что Никиту я очень сильно люблю. Вот. Он очень много для меня сделал и на проекте мы мы с ним общались очень часто. У тебя сейчас есть возможность сказать Валерию это в глаза? Я не знаю, твоя реакция? Я не понял. Привет. Что за тетата? Он не выбрал тебя в карточках. Вот я и не понял. Это что такое? Валер, прости, но я больше люблю Никиту. Я, главное, в колледже все ночи проводил с тобой. Сидел. И Никита. И Никита. Он храпел. Он приходил ко мне в комнату. Да, конечно. Да. Да. Просто некоторые говорят, что у тебя звездная болезнь появилась. Не знаю насчет звездной болезни. Ну, просто я отдаляю от себя людей, потому что мне легче быть одному и все. В этом весь и принцип. Я стараюсь не привыкать к людям, потому что если я начну больше общаться, то я начну привыкать к человеку. Если он сделает мне больно, то мне будет очень. Валера, делать тебе больно? Такой честности? В колледже, да. Разбиватель, сердец мужских и женских. Что ты скажешь? Нет, ну просто мы очень часто ссорились. ну вообще из-за херни какой-то. Ну типа Валера, например, ссорился с Аней и он в то же время переставал разговаривать со всеми. Типа он просто вставал вот так у балкона и стоял. Я подходил и такой, типа, что случилось? Он, ничего. А почему ты так делал? Почему ты Владу не мог довериться? Доверял я им. Рассказывал много. Ну он рассказывал, да, мне очень много. Я сейчас вообще, ну, никакого зла не держу на тебя, потому что мы помирились в последний момент. Ага, а куда ты пропал тогда? Я говорю, я всех от себя одолил. Валера, я не только с тобой не общаюсь. Я тебе писал очень много. Где? Ты мне даже не написал, я тебе первый написал. Да неправда, ты не читал вообще сообщения, а потом твой аккаунт удалили, я такой психанул, удалился сообщения. И через два месяца мне написал. А потом опять написал. Через два месяца. Ну потому что я узнал то, что мы можем встретиться в Москве. Влад, ты бы хотел встретиться отдельно с Валерой? Да. Валер, ты бы хотел встретиться отдельно с Владом? Да. Мальчики, давайте забиваем дату. Говорите, когда вы встретитесь. Завтра давай. Ты можешь завтра сниматься? Ну, даду. Ты сейчас состоишь в творческом объединении Атхаб. Вас там четверо. Расскажи, как туда попал? Тебя пригласили или ты связался с продюсером? Меня пригласили. Я приехал на встречу. Долго не хотели меня брать, потому что Вима Додный был против. Дима Додный. Да, я знаю. А почему он был против? Ну, потому что я не подходил немного под ребят. То есть я прям альт-альт. Я нефор, я негодяй. Это так говорил Диму? Нет, это я так говорю. Но Дима просто говорил, что я не подхожу. Мы встретились, лично поговорили. Он сказал, ну, а ты так-то так-то не подходишь, ты в сторис куришь, ты в сторис пьешь, ругаешься матом. Я этого не делаю. Вот. И я такой, ладно. Но в итоге тебя взяли? В итоге он ушел и мне взяли, да. Ты вначале очень сильно верил в этот проект. И мне Ваня, это ваш продюсер, рассказывал, что ты мог просто накидать 15 идей там за несколько минут. Все. Ты говорил, что да, это проект, это то, что взорвет. Но сейчас ты как будто бы немножко угас. есть такое? Да. А почему это произошло? Потому что у меня эмоциональное выгорание. Расскажи вообще, как тебе участники, потому что вот с Аленой вы и до этого были вместе, общались очень хорошо. Стоп Бан, Данон, вы разными компаниями, но вы вчетвером. Каково это? Это трудно, но мы как-то находим общий язык. Нашли общий язык, по крайней мере, хотя я полгода назад бы даже подумать не смог, что я найду общий язык с такими людьми, как Данон и Стоп Бан, потому что они вообще очень от меня отличаются тем, что они другие вообще. Они шутят другие шутки. Вот. Тупые шутки. И поэтому... Ну, а сейчас мы нашли общий язык, все хорошо. Каково это быть новичком и обогнать старичков? Ну, не знаю. В порядке вещей. Я думаю, что всегда так было, всегда так будет. Скоро найдутся люди, которые будут получше, чем я. Не лучше, чем Алена, но лучше, чем я. Вот. Потому что Алена неповторима в своем образе и в своем поведении, в своей харизме. Вот. Я повторим. Я типичный. А чем арт-хаб отличается от других творческих объединений и тех же самых тикток-домов? Я думаю, тем, что мы разные и мы уникальные. Вот. Ну, по крайней мере, ребята. Вот. Ну, так. А тебе нравится ваш состав сейчас? Да, но я бы добавил еще двух людей. Кого? Алену Бебру. Ну, знаешь, что такое Бебра? Да. Кто? Повер? Да. Вот. Алена Бебра. Она очень классная. Она такая рыженькая такая. Очень классная вообще. Няшка-милашка. И еще бы кого-нибудь добавил. Садика, например. Вот. Для количества или для качества? Для качества. Тебе нравится их контент? Да, очень. Мне, как ведущей, нужно постоянно менять свои образы. И я нашла выход. Monomood – это классный шоурум одежды на любое событие. Этот костюм не только очень красивый, но и удобный. Я благодарю их за предоставленный образ. Ссылка на их инстаграм будет внизу в описании. У тебя всего одна публикация в инстаграм. Ты удалил все свое творчество музыкальное с ютуба. Ты перегорел как блогер? Да. Из-за чего? Ну, вырос, наверное. Просто интересы изменились. А вот не жалко весь труд? Ну, ты же 100% Нет. Ну, я этим трудом просто нащупывал почву, пробивал. То есть, типа, я немножко высунул голову, посмотрел, что да как, обратно засунул, ушел с подземелья, чтобы потом выйти уже и остаться навсегда там, где я хочу. Как называть сейчас момент, в котором ты находишься, что ты сейчас делаешь? Блесс называется момент, в котором я нахожусь. А по-русски? Возрождение. Ты дальше хочешь идти в музыку или в блогерство? Я строительный бизнес планирую. Мне сказали, что не верить тебе, что ты будешь унести чушь серьезным лицом. Ты правда планируешь строительный бизнес? Ну, да. Параллельно. Параллельно с блогерством? С музыкой. И музыкой? Да. А почему ты для себя выбрал такой ник Danone? Это связано с продуктами? Это с моей фамилией связано. А какая у тебя фамилия? Danonean. То есть у меня папа армянин. Вот. А расскажи вообще о себе, где можно найти о тебе информацию, так как ты все почистил хорошенечко? Из какого ты города? В Ask.FM есть о мне немного информации. Единственное, что осталось. А сколько лет? Мне тогда было 14 лет, когда я делал записи в Ask.FM. А вообще, с какого ты города? Расскажи. С города Челябинск. Расскажи про свою семью. У тебя есть братья или сестры? У меня есть младший брат Матвей. Есть папа Андрей и мама Лена. И собака Трикси. Ты сейчас с ними хорошо поддерживаешь связь? Да, я отлично со своими родными общаюсь. Как они отпустили тебя одного из Челябинска в Москву? Ну, они мне доверяют и все. Типа, были проблемы с институтом совсем, но я смог договориться с родителями мне поверили и отпустили меня туда, куда я хочу. То есть, у вас реально суперклассные доверительные отношения? Такое бывает? Да. Ну, а в чем проблема? С папой я как с другом общаюсь. А с мамой? с мамой как с самым близким мне человеком. Ну, то есть, каждый день поддерживаю связь. Так было всегда? Ну, это стало более проявляться после того, как я от них уехал. Вот. Потому что как бы осознание какое-то происходит того, насколько важна семья, когда ее нет рядом. и еще типа у меня там некоторые родственники поумирали и вот сейчас я вообще понял, насколько это важно типа, ну, отношения с родителями. Типа, потому что не всегда они могут быть с тобой рядом и не всегда ты успеешь на полную катушку с ними провести время, потому что в любой момент жизнь может закончиться. Вот. Ты занимался хоккеем? Нет. А вообще к спорту причастен? Да. Каким видом спорта ты занимался? Тэквондо и футболом. Сколько лет? Тэквондо. Я чемпион Урала по Тэквондо занимался пять лет и параллельно с Тэквондо я два года занимался футболом, потом полностью ушел в футбол после Тэквондо. Я с 7 до 12 занимался Тэквондо и с 10 до 17 почти футболом. А почему с Тэквондо ушел именно во футбол? Потому что ну мне типа скучно стало со всеми драться, с кем я занимался, я их избивал и ушел. Расскажи про переезд в Москву. Во сколько лет он произошел? Я сначала не в Москву, в Уфу сначала переехал. Вместе с семьей? Нет. Один? Вместе с моим другом Саша Парадеевич, его зовут. На Кеа-Рио мы преодолели 700 километров и оказались в городе Уфа. Почему именно этот город? Стали за рэпером? Кто в нем жил? Ну да, именно так. Кто в нем жил? Мой друг Стопбан. Что тебе не устраивает в твоей реальности? Нет, любви. У тебя была неразделенная любовь? Угу. Можешь рассказать? Нет. Ты слишком личная. Можешь сказать, когда ты этот период переживал? С 15 до 18 лет. Ты после этого кого-нибудь любил? Месяц прошел, пока не успел. Отпустил ситуацию? Угу. Ты сейчас влюблен? Нет. После той ситуации? Я стал романтичен. Тебе вообще все равно ночусти? Да. Это настолько тебя эта ситуация убила внутри? Угу. Многие вас шиперят со Стопбаном? Многие это кто? Подписчики, люди, блогеры. Угу. У тебя очень жесткий конфликт с Владом в разности точки зрения. Ты выступаешь как за то, что женщина это ничто и уважение для нее недостоинно. Ладно, я слушаю. Влад же наоборот за феминизм и вы все чаще и чаще ссоритесь на этот повод? Ну да, мы, наверное, бесконечно ссоримся на этот повод. I'm sorry. Excuse me. Что? Там вот даже написано мужчинам налево, потому что женщины всегда правы. Для кого написано? Он тут будет сидеть, обязательно ему это покажите. Хорошо. Но все равно мы как-то не знаю. С кем угодно я могу найти общий язык. С кем угодно. Мне не важно какое у человека мировоззрение. Все же я с ними живу. Мне приходится с ними как-то ладить. Я же не могу за его каких-то высказываний просто взять и уехать. Не знаю. Я не знаю, как с этим мириться. Просто я, когда они так шутят, я... Тебе неприятно? Да, мне неприятно. Как ты думаешь, вы сможете когда-нибудь прийти к единому мнению? Мы уже к нему пришли. Какое? Потому что данные высказывания это не больше, чем рофл. Твои? Да. Мне нравится над этим шутить, но мне абсолютно параллельно. Типа я никак не отношусь, меня никто не трогает, я никого не трогаю. Просто мне нравится злить людей, когда в ответ они дают мне реакцию такую же и ссориться. Мне от этого весело. Я заходил в твои комментарии под тиктоком и много девчонок пишут, что у тебя, что у них на тебя краш и что, типа, очень много у тебя внимания женского. Это так? Ну да. У меня 1800 лайков в тиндере. Каково это жить, купаясь в женском внимании? Сносит крышу? Да. Ты не можешь влюбиться, потому что ты знаешь, что каждой женщине нужно от тебя одного. Что? Данона, непростого, Данила. То есть ты хочешь сказать, что девочки, с которыми ты начинаешь общаться, тебя используют? Да. А что ты делаешь, когда узнаешь, что девочка тобой пользовалась? Я расстраиваюсь. Ну, типа, она возьмет меня, напишет, можешь это репостнуть? И я думаю, нет. Не репостишь? Нет. А продолжаешь общаться? Макет 1800 стоит. Продолжаешь общаться? С кем? С девчонками, которые так делают. Я убрал их из своей жизни. Ты был в лимонет-хаусе? Я там жил просто. Три недели? Угу. Как так получилось? Тебе было негде жить? Нет. Мне было где жить, но мне позвонил Иван Калаянин и сказал, чтобы я приехал туда на выступление. Выступление было? Было. А где, если там дом? В клубе. Лаунж, мята. Ты, наверное, сто процентов знаешь историю с домогательствами? Ну, да. И я знаю, что ты знаком лично с человеком, которого обвиняют в этом. Он меня вообще ненавидел. За что? Просто. За то, что ты не гей? Ну, да. Наверное, я не знаю. Но он с ним вообще не общался, с этим человеком. А как ты понял, что он тебя ненавидел? Ну, это видно по отношению человека к тебе. Я тебя часто вижу на блогерских тусовках. И в июле этого года ты был на день рождения Маши Сен. Напомню для наших зрителей, что Маша Сен это одна из продюсеров TikTok-дома Иксо. Как ты относишься к Иксо-тим? Ну, никак. Меня туда звали, когда он только открывался в самый первый состав. Я хотел, потом, когда я прилетел, ой, хотел прилететь уже, в этот момент карантин начался. И я не полетел. Но я думаю, я бы оттуда ушел через два дня. Почему? Ну, интересы разные с людьми, манера общения разная, шутки разные. Мне бы не было интересных с людьми. Ты имеешь в виду то, что они представители стрейт-тик-тока, а ты альт? Нет. Я представитель просто без какого-то подразделения. Представитель себя. Как ты относишься к... Их многие обвиняют в лицемерии, показухе и сценарии. Что с новыми? Да я за ними не слежу уже особо. Только за их реалити-шоу. Но реалити-шоу, но я думаю, маленькому ребенку понятно, что они снимают постановы. Как у них камеры развешаны, это же все понятно. Но они делают шоу, они делают просмотры, молодцы, пусть занимаются этим дальше. Типа, они хотят в этом развиваться, пусть развиваются, кто им запрещает. Типа, они растут. Все. Это честно по отношению к их аудитории? Да им без разницы их аудитории, им смотреть нечего. Типа, пусть смотрят это. Ну, типа, тиктоки, что ли, с его днями смотреть? Интересно наблюдать, пусть наблюдают. Но, если бы они сняли реальное шоу, за ними никто не наблюдал, потому что скучно было бы очень. Вот. Надо какие-то конфликции устраивать, чтобы был интерес к ним. Отношения Ева Миллер и Гэри Грей фейк? Да. Полностью? Ну, почему это у меня спрашивают? Твое отношение к... Мое отношение, что это фейк отношения, да. И давай еще один вопрос про XO. Как тебе музыкальное творчество Тима Сорокина? Не нравится. Почему? Потому что он как дед, типа, уже такое неактуально. что он делает. Ну, то есть, это там на дискотеках в школе такое послушать можно. Сделал бы с ним фит за один миллион рублей? Да. Наплевал бы на свои принципы ради денег? Хотя нет. Тогда или нет? Нет. Он мне не предложил миллион рублей за фит. Ему это невыгодно было бы. Кого бы сейчас из блогеров, кто сейчас на нашем рынке смог или хотел бы взять Warhub? Алену Беру. Какую? Девочка такая. Алена Беру, у нее никнейм. Палдавея, Лизу Барашек и Тесланда. Все ребята очень разные, но каждый из них уникален. А что думаете на этот счет вы? Напишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok